Добро пожаловать! Это дневники шоу Central Asia's Got Talent. Ну что, камеры готовы? Зрители готовы? Поехали! Каждый выпуск, каждый номер и каждое новое знакомство с участниками дарят незабываемые эмоции. Ждём тебя в следующем туре! Да! У-у-у! Сотни ярких выступлений, от которых начинают бегать мурашки по коже. Нельзя быть такой крутой! Ну, боже мой! На сцене творится невероятная магия и совершаются экстремальные трюки. У-у-у! Мамочки, нет! У-у-у! Центральная Азия ищет таланты. И скоро мы узнаем, кто будет главным победителем и станет богаче на 10 миллионов тенге. Ну, Рика, а ты придумал, куда ты все деньги уже потратишь? Ну, я буду свою карьеру поднимать. Central Asia's Got Talent. Шоу, которое меняет судьбы людей. Победитель шоу Central Asia's Got Talent получит 10 миллионов тенге, а также известность и признание всей Центральной Азии. Они не скажут, что он так умеет. Да, Терния Горазина не скажет, что это реально. Денежный приз – это возможность полностью изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому участники нашего шоу с большим азартом борются за победу в финале. Вот такого я еще не видел. Это реально круто. Тот, за кого больше всех проголосует в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане, станет победителем своей страны и получит 3 миллиона тенге. В первую очередь я куплю машину, отдам деньги маме и сделаю у себя в квартире ремонт. Я половину потрачу на развитие и прокрутку танцевальных направлений здесь, в Таджикистане. Я отдам маме. Просто маме это на офис нужно. Где-то 10 тысяч, 20 тысяч я себе заберу. 10 миллионов я себе получу. Открыть студию звукозаписи. В случае выигрыша я планирую потратить деньги на себя и свою семью. Если я выиграю приз, то, скорее всего, я бы этот приз вкладывала бы в джиу-джису, а также путешествовала бы по всему миру. Проект Central Asia's Got Talent – это шоу, над которым работают около 500 человек. И каждый член команды – профессионал своего дела. Знакомьтесь, Дмитрий Коробецкий – главный художник по свету масштабного шоу Central Asia's Got Talent. Если бы у него была возможность управлять небесными светилами, он бы справился и с этой задачей. Ну как? Солнце – это неуправляемый источник света, к сожалению, и поэтому с ним сложнее работать. У строителя есть инструмент в виде перфоратора, кирпичей, бетона, цемента. У продюсера есть инструмент, таблица Excel, калькулятор и мозги, собственно, но они у всех есть. У меня есть самый главный инструмент – это свет, ну и сопутствующие инструменты в виде пультов, мониторов и так далее. Ракурсы направления света играют огромную роль в создании шоу. Если сцена освещена правильно и каждая деталь подчеркнута определенной световой гаммой, то задуманная идея повлияет на эмоциональную реакцию зрителя. Свет – основа телевидения. А это главный оператор шоу Central Asia's Got Talent Сергей Набоков. Самое важное для него – красиво и качественно отснять видеоматериал. Поэтому для создания шоу используется большое количество съемочной техники и армия видеооператоров. – А вот они красавчики. – Синий? – Синий. – А ты? – А я нет, я так. – Меня снимать не надо. – Мы вас заблюрим. Вы смотрите дневники Central Asia's Got Talent. И мы покажем вам все, что вы не успели увидеть в прошлых выпусках шоу. Вот докажи им, что ты можешь, что ты лучше. Давайте слушать. Каждый участник неповторим. И, наблюдая за выступлениями, можно понять, сколько вложено труда и времени для создания неповторимого образа. – Подайте мою челюсть, пожалуйста. Конкурсанты удивляют разнообразием жанров. А некоторым удается сочетать в себе сразу несколько талантов. Например, 13-летняя Тамирис из Казахстана, которая удивила судей профессиональным исполнением песни. – Да, боже мой! Вышла такая простая девочка! Ты взорвала зал! Боже, это моя самая любимая песня! Но, как оказалось, музыка – это не главное ее увлечение. – Помимо вокалом я увлекаюсь бразильским джиу-джитсу и занимаюсь уже два года. Я за два года получила кандидат мастера спорта и звание двукратной чемпионки Асии. На тренировки Тамирис пришла по совету мамы. Теперь джиу-джитсу для нее как особая философия, в которой она обретает гармонию. – Джиу-джитсу научила меня, так скажем, держать равновесие, быть более утонченной, быть более спокойной и хладнокровной, а также не нервничать. – Судьям выступление Тамирис очень понравилось, и они пропустили ее во второй тур. – Я говорю тебе «да». – Я говорю «да». Мне очень понравилось. – Ждем тебя в следующем туре. Я тебе говорю «да». – Ура! – Ура! – Ура! – Ура! Подача, экспрессия, завораживающая музыка и, конечно же, свет. Так создается яркий номер. Меня зовут Смоленская Елена. Я из Бишкека, Кыргызстана. Мне 32 года. – У вас сегодня 4 «да». – Вау! – И вы проходите все это. – Спасибо большое всем! – Удачи вам! Для Елены сцена – это все. Так же, как и ее маленькая дочка Любава. В настоящий момент она воспитывает ребенка сама и старается сделать так, чтобы девочка выросла с правильным видением жизни. – У меня демократичный вообще подход к воспитанию ребенка. – Она героиня мультфильма – Алия Эрадж. – Тем более подруг у нее почти нет, и поговорить по душам не с кем. – Это очень сложно для меня быть одной девочкой в классе. – Это борьба, это очень трудно для меня. – Каждый день, когда я прихожу в школу, я испытываю стресс. – И я не знаю, что делать. – Родители всегда и во всем поддерживают юную вокалистку и не дают ей повода унывать. – Если бы ты выступала сейчас как актриса, я бы тебе полностью круглый, огроменный, да, сказала бы «да». Но не певица, нет. – Все впереди, давай ты подготовься, но сейчас нет. У каждого участника шоу талантов индивидуальный подход к творчеству. – Знакомьтесь, это Айелан. Он выступает под псевдонимом Джокер. И некоторые даже думают, что у него раздвоение личности. – Всем привет, меня зовут Айкс, и я являюсь джокером Алматы. Вы не поверите, но я являюсь менеджером по продажу, да, я живу в офисе и работаю. – Меня зовут Айкс, ну, по-другому меня зовут Айлан, да, но я называю себя Айкс. Вот, мне 24 года. Парень из Казахстана всю жизнь посвятил танцам. И эта страсть привела его на сцену в Central Asia's Got Talent. Он пришел на шоу показать собственный, еще никем не повторимый стиль танца. Что за стиль ты танцуешь? Ты говоришь, глич, как это, глич, что-то непонятно. Такой необычный стиль, да, непонятный. Глич – это такие биты. Допустим. И под каждый, допустим, бит ты вбиваешь тело и показываешь движение. Я хочу внести свой стиль. Фанни-дэнс. К сожалению, жюри не оценили его стиль и не дали возможности пройти в следующий тур. Я говорю нет. Сегодня нет. Я тебе говорю нет. Дружище, ну прости меня, я тоже скажу нет. Многие, да, меня, кстати, не поняли. Моих, вообще, движений, моих мыслей, моей истории. И Нурлан Абдулин сам же сказал, да, это круто, что разрабатываешь новый стиль. И вдруг через некоторое время, ну, спустя, там, годы, у тебя получится сделать стиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу жить так, как я хочу. Я хочу одеваться так, как я хочу. Потому что это мое тело. Мне не 38, мне не 40, чтобы одеваться закрыто или стесняться чего-то, да. Пишите, если вам нужна модель, такая красноточка. Читает, смотришь. Преподаватель Мадлен гордится, что такая своенравная девушка учится именно у нее. Я хочу сказать, что она никогда не подгибается, не сгибается. Она очень своенравная. Ну, то бишь, она личность. Просто меня считают дерзкой из-за того, что я всегда говорю свое мнение. Мне хочется, чтобы она не была такой сильно дерзкой. Я не хочу, чтобы она что-то пропускала, какие-то занятия. Она потому что талантливая. Она не звуком работает, она работает сердцем. Она решила, и это точка, понимаете. Никто на нее не может подействовать. Но я надеюсь, что на вашем проекте она до конца будет и докажет, что она есть кто. Сердцу не прикажешь. Тем более такой девушке, в чьем сердце бушует пламя, целеустремленность, гордость и, конечно же, талант. Почему бы и не покорить большую сцену? Если бы Марлен спела бы Макхом с такими данными. Вы можете просто две строки Макхом спеть? Первое ваше исполнение, я вот не услышала, у вас голос не раскрылся. Чтобы не противоречить своим комментариям, я говорю нет. Ну, у тебя три да, один нет, и ты проходишь. Спасибо. Я хотела другой результат. Я просто вложила всю себя в эту программу, в это телешоу, да, как сказать. Я хотела, чтобы мне сказали, ты в финале. На сцене нашего шоу нет ограничений. Если есть талант, делись им. Возраст не помеха. На нашей сцене могут выступать даже бабушки. 13 модных, современных, стройных, красивых, умных бабушек собрались в замечательный коллектив благодаря Центру активного долголетия. Бабушки, заюшки, стильные и стройные, деловые, модные, хороши с собой. Бабушки, заюшки, молодые, знойные, бабы, бабы, бабушки, хоть сейчас плейбой. Сказать честно, ваш клуб неправильно назвали. Клуб 18-летних девочек. Потому что у меня нет столько энергии, сколько у вас сейчас было. Зачем вы, девочки, красивых любите, непостоянная у них душа? Я вам говорю, да, вы проходите на следующий тур. У вас 4 да. Молодость – это душевное состояние. И бабушки из Казахстана этому пример. Ходим в горы, любим жить, вязать, петь тоже любим. Можем и запеть. Йогой занимаемся, покоряем вершины. Такую же философию поддерживает наш молодой участник из Бишкека Владимир. Ему 19 лет. Он ведет активный образ жизни и уже записывает свои собственные песни. С одной из них он и выступил на сцене «Central Asia's Got Talent». Мне так повезло, моя столица Бишкек. Мне сегодня, если приснится город, Те фонари иду по прямой, где рассвета зарея. Меня не зови, ночь поражает с тобой. Ой, это любви. Старик. Несмотря на то, что молодой исполнитель выступил не так, как планировал, судьи все же подарили ему возможность исправиться в следующем туре. У тебя не получилось спеть, но шоу показать у тебя получилось. Ты весь зал поднял настроение, ты сделал это. Хотя сам не понимаешь, как. И я тебе скажу «да». Да! Да! И напоследок хотелось бы напомнить о выступлении танцевального коллектива «Иллюминейтед шоу». Этот номер был по-настоящему зрелищным и останется в памяти зрителей и жюри надолго. Благодаря завораживающим танцам участники сразу прошли в полуфинал. Золотая кнопка и шанс выиграть 10 миллионов тенге уже не за горами. На этой счастливой ноте мы заканчиваем очередной выпуск дневников Central Asia's Got Talent. И напоминаем, что каждое воскресенье на телеканалах Хабар, Зор ТВ, КТРК и ТВ Сафина вы можете посмотреть новый выпуск шоу «Центральная Азия ищет таланты». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова